Доброго утра, дорогие друзья! С вами и для вас наша замечательная рубрика «Полезно знать» на телеканале «Архиз-24» и с вами я, ее ведущий Ахмат Барлаков. Сегодня, друзья, мы будем делать совершенно простой эксперимент, который вам поможет понять такое интересное понятие, как поверхностное натяжение воды, как оно работает, зачем оно нужно, ну и многое другое. И самое главное, этот эксперимент максимально банален и прост, поэтому повторить его вы сможете в домашних условиях. Все, что вам для него нужно, это бутылка с водой, иголка и что-нибудь, чтобы вы не залили свою кухню. У себя дома вы можете использовать, к примеру, обычную раковину. Для начала, друзья, мы открываем крышку нашей бутылки. Берем иголку и делаем несколько дырок снизу. Как вы можете наблюдать, дорогие телезрители, естественно, вода сразу же мгновенно полилась из этих дырок. Но стоило мне, друзья, закрутить крышку, как вода перестала течь. Почему это происходит? Произошло это потому, что когда я закрутил крышку, давление в бутылке нормализовалось, и, соответственно, поверхностное натяжение воды позволило, собственно говоря, воде не выливаться, не проливаться из нашей бутылки. Оно, так скажем, держится. Но как только я открываю крышку, вода из бутылочек снова льется, потому что, ну, собственно говоря, дырки-то никуда не делись. А как только мы закрываем, все исчезает. Это элементарный закон физики, который, собственно говоря, работает повсеместно. Это же правило мы сейчас попробуем проверить с помощью немного другого опыта, чтобы вы еще лучше поняли, что такое поверхностное натяжение воды. Итак, друзья, для того, чтобы еще лучше понять, что такое поверхностное натяжение воды, мы проведем еще один эксперимент. Для него нам понадобится обычная любая монета и, собственно говоря, вода с пипеткой. Мы набираем воду в нашу пипеточку и капаем на монету. Сейчас, друзья, мы с вами постараемся посчитать, сколько же капель воды может удержать монета. Раз. Два. На данный момент, друзья, наша монетка удерживает 35 капель воды. Вы можете наблюдать, что вода образовала некую линзу, выпуклость на поверхности монеты. Так вот, удерживается вода, а несмотря на все на этой монете, именно благодаря поверхностному натяжению. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Друзья, на данный момент настолько много воды на этой монетке, что она трясется, когда я добавляю новые капли. Но все еще поверхностное натяжение воды держит всю эту историю. Друзья, в ходе, так скажем, нашего экспорта, вот она и пролилась, друзья. Вся наша водичка вылилась в мгновение ока, так скажем, с нашей пятерублевой монеты. Но в ходе эксперимента мы выяснили, что на обычной пятерублевой монетке может удерживаться порядка 50 капель воды. Согласитесь, это удивительно. Вот, собственно говоря, вот общее количество влаги, которое было на поверхности нашей монетки, и все это удерживалось там на протяжении определенного количества времени благодаря поверхностному натяжению воды. Я думаю, что благодаря нашим сегодняшним трюкам, экспериментам, так сказать, вы осознали, что из себя представляет данное понятие и, естественно, вы сможете повторить это в домашних условиях и удивить своих родных и близких. Ну, а на этом, дорогие друзья, очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. С вами для вас была рубрика «Полезно знать». Я ее ведущий Ахмат Барлаков. До скорых встреч!